Здравствуйте друзья! В этом блоге я расскажу о проверенном мной лично на протяжении длительного времени способе синхронизации нескольких MQTT брокеров. Это позволяет объединять оборудование управляемыми разными ZigBit у MQTT, включая разнесенные физически далеко друг от друга. Также это является одним из ключевых элементов системы резервирования серверов Home Assistant. Если тема умного дома вам интересна, мои видео помогают ее изучать. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала став его спонсором. Итак, у нас есть сервер Home Assistant, на котором установлены дополнения ZigBit MQTT и Mosquito Broker. В ZigBit MQTT добавлено 6 устройств. Количество тут на самом деле роли не играет, может быть и 120. А для проброса их собственно в Home Assistant служит соответствующая интеграция, которая и взаимодействует с брокером, получая и отправляя команды на все устройства. Этот сервер мы условно назначим главным, он будет являться точкой подключения. Еще один сервер, на котором также стоит ZigBit MQTT и свой брокер. Тут подключено 3 устройства, количество также не имеет значения, главное что они разные. Все работает, все управляется. Интеграция, которая видит эти три устройства. Теперь объединим устройства этих двух серверов. Важный момент, если речь идет о объединении двух серверов с ZigBit MQTT, то базовые топики у них должны быть разные. На главном у меня настройки по умолчанию, то есть топик так и называется ZigBit MQTT. На втором, который я буду синхронизировать с ним, установлено другое имя. Это обязательное требование, без его соблюдения стабильность работы будет под вопросом. Сервер номер 2. Для начала зайдем в addon file editor. И в его конфигурации убедимся, что параметр блокирующий доступ к высшей корневой папке, отключен. Это позволит нам подняться на уровень высшей папки config. Тут нам надо папка share. В ней создаем папку mosquito. И уже в ней файл mosquito.conf. Вернемся к первому серверу. Его адрес 192.168.0.55. Зайдем в конфигурацию аддона Mosquito Broker. Для подключения нам нужно задать логин и пароль, какие именно, придумайте сами. Стандартный порт для подключения 1883. Менять тут ничего не надо. Возвращаемся в конфиг и прописываем следующее. Это имя соединения bridge01. Адрес сервера и порт для подключения. Синхронизируем все топики. Логин и пароль для подключения, которые заданы в конфиге брокера. Теперь идем в конфигурацию аддона второго сервера и в опции active ставим значение true. Сохраняем и перезапускаем. Все запустилось, нужно проверить. Идем в интеграции. Тут теперь девять устройств. Три с локального zigbee2mqtt и шесть с удаленного. С точки зрения Home Assistant разницы между ними нет. Все устройства равноправны, управляются и шлют данные. В zigbee2mqtt ситуация не поменялась, тут все те же три устройства. Посмотрим что на первом сервере. Zigbee2mqtt шесть устройств, а в интеграции девять. Все синхронизируется в режиме реального времени. Если один из серверов отключится, то управление останется только на локальное устройство. Кстати, перезагрузка Home Assistant на работоспособность аддонов никак не влияет, все работает. Давайте и третий сервер подключим. У него zigbee2mqtt нет, установлен только брокер. Интеграция есть, но в ней пока нет ни одного устройства. Далее идем по проверенной схеме. Каталог share, создаем папку moskito и файл moskito.conf. Конфигурация аналогична второму серверу кроме названия соединения, тут bridge02. Переходим к конфигу дона. Active true. Сохраняем и перезапускаем. В интеграции теперь тут те же самые девять устройств, все управляется, данные приходят и уходят. Хотя zigbee2mqtt тут не установлен, система работает с устройствами, подключенными к первому и второму серверу. Еще существует метод, когда Moskito Брокер установлен только на одном сервере, а на другом его адрес указывается в настройках интеграции mqtt. В принципе, его можно использовать, когда не нужна синхронизация брокеров, а просто подключение. Метод показанный в этом видео более универсален, так как позволяет объединять несколько разных брокеров, например используемых zigbee2mqtt. Каждый из участников такого моста является копией другого. Поэтому тут нужно понимать, что изменение на любом из них тут же отразится на всех остальных. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!